Пирожковая тарелка Пирожковая тарелка Пирожковая тарелка Пирожковая тарелка хлеба и кладёте его в рот. Понятно, да? Повторите, пожалуйста. Берём из общей на пирожковую. Нет, не двумя руками. Одной рукой отламываем крошечный кусочек хлеба. Всё, вот так. Теперь мы на него намазываем, что бы то ни было, либо просто берём в рот. Хлеб разрешается есть даже до подачи основных блюд. Вот так. Хлеб – это сложно. Едим хлеб, мы можем его хвалить. Вас не поймут в Италии, если вы не похвалите хлеб. То есть вот это есть повод. Это такое, что как бы в это вкладывается душа нации. И поэтому о хлебе можно поговорить. Это является одним из поводов для застольной беседы. в эти петли. Всё логично. Мы об этом говорили. Нет ничего такого, что бы было нарушением логики. Даже то, что мы говорили, что горошек едят вилкой, накалывают, а не собирают, не чапают. Это тоже так удобнее. Он не высыпается. Вот на мой взгляд, единственное, что по сей моменту вот я нашла – это нелогично. Спаржи едят руками, причём левой рукой. Это надо… ну, как бы здесь можно было выбрать. Нет, здесь же очень жёстко. Едят левой рукой спаржи. И сейчас Новый год. Оливье надо накалывать. Отдельно накалывать. Колбаску отдельно, на картошечку. Сколько вы сумели наколоть. Если это не получается, пожалуйста, делайте вот этот вот вспомогательный черпачок себе. Делайте вилочкой, как лопаточкой, накладывайте с помощью ножа. Можно и так. Это я вам говорю. Для дипломатических приемов. Я вам говорю. Всех случаев, когда все знают этикет. Если люди не знают этикет, не надо никоим образом подчёркивать, что так не едят, так не делают. Это наши личные… будем так говорить. Этикет – это эспианта для посвящения. А остальные как хотят. Никто никого не заставит. Если б можно было передать запах… Ненормально. Музыка 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 Продолжение следует...